Добрый день, уважаемые участники! Как уже было сказано, четвертой ежегодной всероссийской экологической конференции «Экоэксперт». Очень здесь рад видеть много знакомых лиц, которые у нас уже далеко не первый раз на конференции. С многими из них уже мы работаем, реализуем проекты, какие-то проекты запускаются. Очень рад видеть здесь и новых, много новых лиц, новых участников конференции. На самом деле здесь собрались участники самых разных отраслей, сверхдеятельности, из разных уголков страны. Конечно же, здесь прежде всего вместе с нами это представители промышленности, представители индустрий самых разных. Это и металлургия, и цементная промышленность, и химия, нефтехимия. Также с нами вместе присутствуют и представители органов власти, представители регуляторики, которые, я уверен, расскажут нам какие-то интересные новости, может быть, вектора развития. Вместе с нами присутствуют и их представители научных кругов, ведущих вузов России, которые, я думаю, нам расскажут с точки зрения науки, как реализуются те или иные программы, те или иные решения, которые перед нами стоят. Также вместе с нами присутствуют, конечно же, и компании, которые занимаются разработкой, производством различных систем, оборудования, приборов, датчиков, которые позволяют повышать экологическую эффективность наших предприятий, экологическую благополучие на окружающей среде. Присутствие участников, как я уже сказал, всеобъемлющее, широкое. Я уверен, что сегодня будут интересные доклады, интересная информация. И вообще создавалась данная площадка, площадка «Экоэксперт», для того, чтобы проводить какое-то обсуждение, дискуссии, обмениваться опытом, обмениваться идеями, обмениваться проблемами, задачами. Потому что все мы работаем на своих предприятиях, сталкиваемся с теми или иными задачами, вызовами, которые ставят перед нами и законодательство, и наши предприятия и в сфере энергоэффективности, энергосбережения, экологической эффективности. И эти задачи, эти вызовы, конечно же, мы решаем в той или иной степени, где-то лучше, где-то хуже. И я здесь приветствую к тому, что приглашаю именно к обсуждению, к обмену идеями, обмену вопросами, обменом каких-то своих задач, своих проблем. Потому что кто-то из них по-разному решает. И это, конечно, тот отличный случай, возможность, когда мы можем свои задачи посмотреть с другой стороны, с другого ракурса. Коллеги, ну а что у нас происходит с экологией… А, пару слов хотел сказать о компании. Многие у нас уже знают о нашей компании, компания «Сервисофт». Новые наши участники, наши гости только знакомятся. Я несколько слов хотел рассказать о нашей компании. Как Вадим Викторович сказал, что в этом году нам исполнилось 15 лет. Это наше достижение, наш юбилей. В компании работают более 180 сотрудников. Компания начинала развиваться как компания по разработке и производству оборудования, телеметрии, телемеханики, программного обеспечения для газовой отрасли, для отрасли газораспределения, газовых сетей. Это различные облгазы, горгазы. Это наше базовое направление, с которого мы начинали, которое успешно продолжает развиваться. Мы присутствуем в том или ином виде. Наше присутствие оборудования, наши системы, наши комплексы. Более чем в 50 регионах России, именно по газораспределению. Наверняка, с высокой вероятностью, если вы обратитесь в свои газораспределительные компании, а мы с ними работаем и сталкиваемся, то есть это именно последние мили газовых сетей, которые приходят на наши предприятия, на наши тепловые узлы, в том числе наши дома. Если вы к нам обратитесь, спросите их, знаете ли вы компанию серии софт, с высокой вероятностью скажут, что знают. Многие из них с нами работают. Может провести такой эксперимент. Это наше базовое направление. Успешно в нем развиваемся. В то же время одно из стартап направлений, которое поступательно развивается, это направление ЭКИМЕТИО, в рамках которого мы и проводим эту площадку, эту конференцию. У нас компания сегодня базируется в Туле. В Туле у нас главный центр, центр разработки и оборудования, и программ, и спечения, и проектирования. И здесь уже у нас и производство. Здесь же у нас располагается центр продвижения, маркетинг, реклама и, конечно же, техническая поддержка. Помимо центра, который располагается в Туле, у нас есть офисы. Это в Москве, в Санкт-Петербурге и в Волгограде. Офисы в основном обеспечивают функцию клиентского сервиса, как в коммерческом формате, так и в техническом. Коллеги, по поводу экологии в мире, ситуация очень разноправленная. В 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, в 193 странах это Парижское соглашение было подписано в 2015 году. В 2016 году ряд из этих стран эти соглашения ратифицировали. Вот здесь на слайде мы видим Китай, США, Индия, Германия, Канада и другие страны. Россия в 2016 году данное соглашение не ратифицировала. В то же время с приходом к власти Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа он объявил, что из Парижского соглашения по климату Соединенные Штаты выходят. То есть сначала подписываем, ратифицируем, потом выходим. Получается вот такая какая-то разноправленная, нестабильная картина. В последние годы мы видим, что происходит истерия мировой экологии. Мы видим в новостных лентах различные истерические потоки, которые из разных уголков на нас в информационном фоне наваливаются. Уже стала широко известна юная девочка, шведская девочка Грета Тунберг, которая вовлечена в какие-то политические игры, естественно. И она в истерическом формате говорит о катастрофе относительно климата, относительно окружающей среды. Выступает на многих ведущих мировых площадках, в том числе ООН. Встречается с лидерами многих стран. Все это создает вот такой некий истерический фон на мировом глобальном арене. Что больше всего радует и нравится относительно России, что Россия достаточно поступательно, полномерно формирует свою стратегию, свою политику в части экологии. И поступательно ее реализует и двигается по этой стратегии. А именно, в 2015 году Россия подписала Парижское соглашение по климату, но не расфицировала. За этот период времени большая работа проделана и продолжает реализовываться в части соответствия российского законодательства, российских норм и требований в части экологии, экологической эффективности, энергоэффективности. Это мы все хорошо видим. Большая работа поступательно реализуется, развивается. Одновременно с этим развивается, реализуется специальный инвестиционный климат. То есть те технологии инвестиционные, которые призваны содействовать переходу на так называемые наилучшие доступные технологии, то есть содействию промышленных предприятий, содействию индустрии на совершенствование производственных процессов, технологических процессов. Все, что связано для того, чтобы повышать экологическое благополучие, повышать энергоэффективность, повышать конкурентоспособность наших предприятий и конкурентоспособность нашей продукции, продукции наших предприятий. И буквально месяц назад, в конце сентября, Россия в лице премьер-министра Дмитрия Медведева подписали, ратифицировали Парижское соглашение по климату, что подтверждает то, что вектор, заданный как на глобальном уровне, так и на национальном уровне в России, они полностью соответствуют друг другу, они дополняют, эта работа реализуется полномерно, поступательно, и тем самым подтверждает уверенность и поступательное следствие данным задачам. И вот в Парижском соглашении по климату интересно обратить внимание на пункт 3. Это принятие национальных планов по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям. Пункт 4. Планомерное снижение выбросов СО2 в атмосферу. И пункт 5. Это налаживание международных обменов зелеными технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности и транспорта. Это вот как раз те ключевые векторы, которые соответствуют и глобального уровня, и национального уровня. И, конечно же, это то, чем мы все вместе в той или иной степени, в той или иной роли занимаемся. Потому что, конечно же, как же, как не нам, развивать благополучие, экологическое благополучие, благополучие окружающей среды вокруг нас, развивать промышленные предприятия, повышать экологическую эффективность. Только нам, только вместе, вместе многих участников разных ролей, как я уже сказал, и индустрии, и науки, и предприятий, интеграторов. Почему? Потому что только мы вместе можем и способны создать вот это экологическое будущее нашим поколениям, следующим поколениям, нашим детям, нашим внукам, которые будут и должны, конечно, жить в благополучной окружающей среде, благополучной экологии, иметь чистую землю, чистую воду, чистый воздух, о чем как раз в многих моментах говорит девочка из Швеции. Спасибо, коллеги, за внимание. Да пребудет с вами сила!